С третьим гостем нашего выпуска мы встретимся прямо здесь, на набережной реки Мясо. И это не случайно, ведь хочется, чтобы набережная стала любимым местом отдыха всех горожан, но сейчас, как мы видим, к сожалению, набережная выглядит не очень. Но мы надеемся, что через два года к саммитам Шоссе-Брик ситуация изменится. И вот это вот расстояние от Ленинградского до Свердловского моста изменится кардинально. Нет, ну это как минимум это расстояние, но хочется, чтобы весь Мясо на протяжении всего города был красивым, прекрасным, но об этом мы поговорим позже, а сейчас... Да, хочется сказать, что именно это место, где мы сейчас находимся за Степой, представляет историческую ценность. И именно об этом мы поговорим с нашим гостем. У нас сегодня в гостях член Союза дизайнеров России Михаил Смирнов. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Ну вот расскажите, пожалуйста, вот участок набережной, на котором мы сейчас находимся, как мы знаем, он имеет очень большой возраст, что строительство началось в 1810 году. В 1810 году, все верно. Да, уже более 200 лет. Вот расскажите, а планируется вообще какая-то историческая ценность данной набережной? Расскажите о ней, пожалуйста. Если мы будем говорить об исторической ценности, это в первую очередь противоположный берег и та часть, которая находится за филармонией и за музеем искусств, за картиной галереи. Набережная на самом деле начала формироваться где-то 200 лет назад. Она была деревянная, ну, частично было мощение и каменная кладка. Носила прежде всего, конечно, хозяйственное назначение. Это была территория, которая пристраивалась к немногочисленным торговым комплексам. Была в задней части и предназначалась в первую очередь для хозяйственных мышц и транспортировки того или иного товара. Тогда река была, ну, мини-судоходной. Вот, сегодня мы, после того, как очистили эту часть реки, сегодня горожане могут видеть некие фрагменты старой кладки 1841 года. Вот об этом мы хотели поговорить, что кладка какая-то уникальная. Да, вы плиты, ставили двухметровые плиты на мох и песок. Вот как-то будут, может быть, какие-то спуски, чтобы горожане могли увидеть своими глазами? Ну, относительно, вообще, сам по себе проект набережной, это на сегодняшний день для города шанс получить некое новое качественное понимание набережной. Сегодня Челябинск отличается тем, что река, по большому счету, является проблемой города, а не его достопримечательностью. А хочется, чтобы были там побольше красивых лучших. Сегодня задача, как и в большинстве современных городов, это довести горожан до реки, горожан и гостей города. Поэтому нужны современные приемы, совершенно новые архитектурные приемы. Нужно делать набережные, безусловно, разноуровневые. Мы сейчас видим набережную, которая мы стоим, которая сформировалась в 70-е годы. Ну, то есть, проект уже существует, и к саммитам он вообще завершится? Я больше вам скажу, существует, наверное, даже не один проект. У нас... Чтобы хоть один, но так он будет. Надо обещать в конце августа, но вот есть определенные опасения, что это будет стандартный проект продолжения набережной, как вот мы сейчас видим. Я думаю, что, да, в данной ситуации общественное мнение, мнение профессионалов, оно должно быть единым. Мы в позапрошлом году провели совершенно замечательный международный архитектурный конкурс «РАХЧАЛ». И там одной из номинаций, это была «Челябинская набережь». Было представлено больше 30 концепций, очень интересных, разнообразных. И практически все сходились во мнении, что назначение, нижний вид и конфигурация набережной должны кардинально изменить. Они должны быть кружевными, и они должны перевести горожан к воде. И мы прям увидим что-то прям новое. Я надеюсь. Результаты «РАХЧАЛ» вы можете увидеть в интернете. А вот то, что сейчас делает инвестор, я так понимаю, что у набережной есть инвестор, люди, которые вкладывают деньги, и, соответственно, они хотели бы эти деньги каким-то образом потом вернуть. Поэтому есть заказчик, есть заказчик в виде дирекции форума, но и главным заказчиком все равно является горожаник. Это понятное дело, что есть заказчик. Нас, конечно, больше всего интересует, как изменится набережная. Мы желаем вам удачи, желаем, чтобы два года не прошли впустую. Спасибо большое. Мы будем следить за ним. Хотелось бы, да, чтобы средства массовой информации и общественное мнение. Мы вас поддерживаем. Мы всегда с вами. Мы будем следить за этой проблемой. Мы уже год назад чистили набережную, в гости сани. Я думаю, что это даже не проблема, это очень интересная задача. Давайте не будем воспринимать вообще реку как проблему в Челябинске. На самом деле это большая, очень красивая данность. И мы знаем даже по нашим соседям, что из этого можно сделать прям конфеты. Совершенно согласна. Спасибо вам огромное. Большое спасибо. А у нас в гостях был член Союза дизайнеров России Микрой Старнов. Мы поговорили на тему новой набережной нашего города.